Председатель Российской Госдумы завершил сегодня двухдневный визит на Ближний Восток. В Кнессете делегацию российских парламентариев ждал не только торжественной, но и, как отмечает израильский корреспондент Артевячий, излучайно теплый прием. Подробности в репортаже Елизаветы Разовской. Клише о теплой и дружественной обстановке не способны передать градусов взаимной симпатии, проявившейся на встрече между спикерами двух парламентов, израильского и российского. После прослушивания гимнов, изложения венков и короткого закрытого совещания, Сергей Нарышкин и Юлия Дельштейн сообщили журналистам, что пришли к взаимопониманию во всех вопросах. От войны и мира до проблем морали. По большинству вопросов международной повестки у России и Израиля или одинаковые, или очень схожие позиции. Ну и, кроме того, сегодня мы об этом говорили, что мы разделяем такие общие позиции по таким даже вопросам морали и нравственности. Нынешние взгляды российских законодателей на вопросы морали и нравственности не пользуются популярностью на Западе. Поэтому поддержка единственной демократии на Ближнем Востоке – нетривиальное достижение российской внешней политики. Особенно учитывая, что для многих израильтян, а до недавнего времени и для израильских однополых пар, именно российские детские дома были главной надеждой на усыновление ребенка. Россия и Израиль уже давно собираются подписать двустороннее соглашение об усыновлении. По мнению Нарышкина, запрет на усыновление российских сирот однополыми парами не помешает странам договориться. В этом вопросе, конечно, мы отстаиваем свою позицию, то, как мы понимаем наши традиционные ценности. Наши партнеры с уважением относятся к нашей позиции. Неожиданно выяснилось, что израильский коллега относится к позиции российских парламентариев не только с уважением, но и с нескрываемым пониманием. У разных фракций в КНЕСТе есть принципиально разные позиции по поводу процесса усыновления вообще, процесса усыновления нетрадиционными парами в частности и так далее и тому подобное. Я думаю, что, как отметил спикер Нарышкин, это не часть каких-то сложностей в российско-израильских отношениях или отношениях между КНЕСТом и Думой. В данном случае КНЕСТу стоит, прежде всего, вырубить эту позицию в израильском законодательстве по этому вопросу, а потом уже выносить ее на какие-то международные сплашки. Это усыновление закона? Усыновление однополыми парами детей в Израиле законно? Понятно. Я говорю, что в КНЕСТе принципиально разные позиции по этому вопросу, и обсуждения такие продолжаются, в том числе и неожиданно. И, снижая, еще на прошлый день были дискуссии с этим связаны. Спикер ошибся. Никаких обсуждений, связанных с вопросом о праве однополых семей на усыновление детей в КНЕСТе в последнее время не было. Однополые пары могут усыновлять детей как за границей, так и в Израиле, и никто это право у них, кажется, пока отнимать не собирается. Но чего не скажешь, чтобы угодить близкому по духу коллеги. Отношения России и Израиля достигли такой степени близости, что спикер израильского парламента даже счел нужным намекнуть, что позиция Израиля в отношении прав однополых пар может быть скорректирована. Возможно, в сторону так называемых традиционных ценностей. Елизавета Розовская, Борис Беленкин, RTVI, Knesset.